В 1927 году путем слияния и реорганизации нескольких военно-спортивных объединений в СССР была создана самая крупная из специализированных общественных организаций Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству Уже к началу 1928 года эта организация насчитывала около 2 миллионов человек По всей стране под ее эгидой строились тиры, стрельбища, создавались аэроклубы и военно-спортивные кружки В 1931 году был введен Всесоюзный физкультурный комплекс готов к труду и обороне СССР или более кратко ГТО, который становится программой и нормативной основой системы физического воспитания для всей страны Цель вводимого комплекса – дальнейшее повышение уровня физического воспитания советского народа в первую очередь молодого поколения Основное содержание комплекса ГТО было ориентировано на качественную физкультурную подготовку сотен миллионов советских людей Очень быстро спортивно-оборонный комплекс становится популярен Нормы ГТО сдаются в школах, колхозных бригадах, рабочими фабрик, заводах, железных дорог Проводятся масштабные соревнования на звание чемпионов комплекса ГТО по отдельным его видам которые по популярности не уступают спартакиадам и центральным футбольным матчам сезона Высокая идейная и политическая направленность комплекса ГТО – общедоступность физических упражнений, включенных в его нормативы Их очевидная польза для укрепления здоровья и развития навыков и умений, необходимых в повседневной жизни делают комплекс ГТО популярным среди населения и особенно среди молодежи Носить значок ГТО становится престижным В 31-м году значкистами ГТО стали 24 тысячи физкультурников В 32-м – 465 тысяч, в 33-м – 835 тысяч человек К весне 35-го года количество значкистов достигает 1 миллиона 200 миллионов человек Только за 38-39-е годы нормы ГТО первой и второй ступени сдают более 2,5 миллионов человек Количество спортивных сооружений в стране увеличивается с 39 тысяч в 36-м году до 83 тысяч в концу 39-го К этому же времени в стране действует 62 тысячи физкультурных коллективов, объединявших 5 миллионов человек Последний всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» СССР был введен в январе 85-го года В нем принимали участие люди от 16 до 60 лет ГТО возвращается уже сегодня Реализация российского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» назначена на следующий год Здравствуйте! В эфире телекомпании «Город» информационная программа «Городские встречи» Сегодня у нас в гостях Андрей Поляков, начальник сектора информационно-аналитической работы Управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязань Здравствуйте, Андрей Васильевич! Здравствуйте! Рад вас видеть у нас! Андрей Васильевич, насколько я понимаю, со следующего года у нас нужно будет сдавать в школах нормы ГТО Расскажите немного подробнее об этой акции, об этом мероприятии И о хронологии, как это вообще будет происходить, с чего стоит начать Да, со следующего года у нас уже официально начинается прием норматив в ГТО Среди учащихся школ Также с января месяца подключатся ВУЗы и учреждения среднего профессионального образования Сейчас уже мы начали принимать нормативы у 11-ти классников общеобразовательных школ Чтобы они успели получить значки В рамках принятия нормативов уже они сдали нормативы 2 километра, пробежали у нас Планируются у нас сейчас также мероприятия по сдаче бег 100 метров, подтягивания, отжимания, прыжки, наклоны, упражнения на гибкость, подъем туловища у девочек Ну и в декабре месяце мы планируем также принять нормативы в плавании и стрельбе Это все нормативы? Да, это практически все нормативы и по результатам их уже можно будет говорить, если у нас участники, которые сдали на золотой значок Что за значки, расскажите, это форма поощрения? Да, за результаты даются либо золотое, либо серебряное, либо бронзовые значки И учащиеся, которые получат золотой значок, им будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ Но это если какая-то спортивная направленность в ВУЗ будет или без разницы? Нет, без разницы Все вот так вот серьезно. А преподаватели будут сдавать нормы? Все остальное население будет сдавать нормативы с 2017 года Все население? Все население по желанию По желанию Да, это добровольный комплекс, поэтому у кого будет желание, будут сдавать У кого не будет желания, те будут готовиться А где можно узнать, как вот можно подать заявку? Заявка подается на регистрации на сайте gto.ru, где предоставлена вся информация, вся нормативно-правовая база, все ступени ГТО Можно посмотреть по своему возрасту, какие нормативы сдавать можно, какие результаты нужно показывать на тот или иной значок Андрей Васильевич, ну все ли школьники будут принимать участие? У нас сейчас школы необходимы техникой и технической базой? Ну, для подготовки к сдаче норм ГТО, естественно, у школ все имеется Имеются спортивные залы, имеются стадионы, на которых учащиеся готовятся к сдаче норм К тому же и все остальное население, чем хорош комплекс ГТО, то, что там не нужно каких-то больших глобальных спортсооружений Каждый может готовиться, бегом, подтягиванием, можно заниматься на любой спортивной площадке Школьники в этом году, уже мы, как я сказал ранее, начали сдавать нормативы Естественно, все сдается по желанию И еще один немаловажный момент, то, что к сдаче норм ГТО допускаются только здоровые учащиеся, ну и, естественно, все остальное население То есть без правок? Да, по состоянию здоровья, которые готовы сдавать эти нормативы Ну, вы уже сказали, что любой желающий сможет сдать, ну, мы имеем в виду здоровый человек, да? А где, куда приходить? На сайте gto.ru будет проходить регистрация, мы сейчас говорим про школьников или про... Мы говорим про всех желающих, на каких площадках они смогут сдать нормы, проверить себя? Будет в будущем на сайте gto.ru они будут регистрироваться, получать ID номер После этого будут оставлять заявку, в какое время им на сайте, опять же таки, в личном кабинете, в какое время им удобно будет сдавать Там будет вывешено время, календарь, принятие норм и куда обращаться После этого им будет отправлен ответ на письмо, в какое день или что, когда они будут сдавать Андрей Васильевич, ну вот вы общаетесь с молодежью, наверняка ведете работу активную Расскажите, как молодежь-то отреагировала на новшество, на такое для них новшество? Ну, для молодежи это... Ну, во-первых, то, что дополнительные баллы в ВУЗ, это, конечно, очень стимулирует И очень много желающих попробует свои силы сдать этот норматив Ну, естественно, когда есть стимул, есть и люди находят время и для занятий физической культурой и спортом Конечно, это огромный плюс А если не сдадут? Ничего страшного, кто-то получит серебряный значок, кто-то получит бронзовый значок Даже если человек ничего не сдал, он попробовал, он знает, к чему стремиться И, может быть, у него желание появится заниматься физической культурой и спортом Вот по вашему мнению, у нас сейчас, ну, модно заниматься спортом, да? Мы говорим вот о массовом спорте У нас проходит много мероприятий, у нас открываются спортивные площадки, общегородские, в парках, дворах Это все очень важно, и это, собственно, направлено на популяризацию здорового образа жизни У нас сейчас больше народу, в том числе не только молодого, но и в возрасте начали заниматься спортом Причем принимать участие в каких-то акциях, мероприятиях массовых Ну, в Рязани в последнее время, да, проводится очень много спортивных мероприятий В которых принимают участие все от мала до велика Ну, вот из последних прошли кросс-нации Рязанская соборная верста, в которых приняло участие очень много народу Ну, естественно, это тоже какой-то этап подготовки к сдаче норм И стимул И стимул Опять же Ну, я думаю, что сейчас было бы очень полезным призвать рязанцев к тому, чтобы они попробовали себя все-таки И, может быть, они откликнутся и попробуют сдать нормы ГТО Конечно, приглашаем всех заниматься физической культурой и спортом Пробовать свои силы, стараться И когда начнется официальный у всего населения прием нормативов Попробовать сдать и доказать самому себе, в том числе, на что способен Спасибо вам большое, Андрей Васильевич, что пришли к нам Спасибо зрителям, что были с нами Мы с вами скоро увидимся Всего вам доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому